Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Тема нашего сегодняшнего ролика яблочный сидор, а точнее его розлив в бутылке. Но прежде чем мы поговорим о розливе, мы сейчас откроем одну из наших бутылочек. А вот такой у нас замечательный напиток, яркий, со множеством пузырьков. Ну и теперь разговариваем о том, когда, как, с какими нюансами мы его бутилируем. Ну и прежде чем мы начнем говорить о розливе, я хочу отметить тот момент, что сидор напиток очень демократичный. И здесь нет, вот вы делаете правильно, вот разливаете, а вот тут неправильно. Подходов может быть много разных, и вот сегодня как раз-таки мы о них и поговорим. Значит, первый вариант. Наше бродящее сусло на определенном уровне сахаров, на определенной плотности. Если мы используем ориометр, это 1,06-1,08. Заливаем в бутылки. Вот таким мутным, как оно есть, то есть можно снять с осадка и после этого разлить в бутылки. Как раз-таки вот это вот такой экземпляр. Ну, смотрите, опять же, да, чуть-чуть у нас напиток мутноват. Ну, я бы даже сказала, просто они идеально прозрачны. Но вполне все нормально, скажем так, потому что в одном из роликов я там тоже проводила первую дегустацию, были комментарии. А, я-я-я, у вас мутно, и что дальше? Ну, мутно, я для себя делаю. Меня как бы это мут не смущает и не такое уже оно и мутное, да. Давайте называть вещи своими именами. Разница между мутным и мутноватым – это все-таки разница, да. То есть ничего страшного в этом нет. Вот такое вот бродящее сусло мы разливаем в бутылки, закрываем, помещаем в прохладное помещение. Вообще, напомню, что сидор у нас должен изначально бродить при низких температурах и в дальнейшем газироваться также при низких температурах. Примерно у нас вообще вот это стояло в подвале. Сначала было 15, потом ниже, потом и 12. Сейчас не знаю, сейчас я не там. Но при достаточно низких температурах. Почему это важно? Если мы оставим в тепле при 20 градусах, у нас, конечно, все загазируется. Но загазируется слишком бурно, слишком вот будет крупный этот пузырек, ну и качество его не такое. Чтобы кто не говорил, качество этого пузырька не такое. Чем ниже температура, ну, до разумных пределов, тем пузырек мельче и держаться он будет дольше. Поэтому вот так. Касательно мутности. Конечно, при желании мы можем сусло осветлить тем же бентонитом. Когда показывала видео, то как раз про осветление бентонитом, как раз там была большая бутыль, это было яблочное сусло. И там, ай-яй-яй, как можно так над суслом издеваться, зачем осветлять бродящее сусло? Если у меня стоит такая задача, значит, я это делаю. И бродящее сусло, вот если я его планирую разлить в бутылки, и не хочу, чтобы оно было мутным, я его осветляю. Но знаете, что интересно, что вот с пятнатом у меня вообще все хорошо выходит, это виноградное шампанское. А вот яблочное, то, что мы осветлили бентонитом, недавно пробовали, оно практически не загазировалось. Возможно, что бентонит, ну, слишком много дрожжиков унес. Может, ему надо было просто дать больше времени конкретно тому суслу, посмотрим, поддержим кое-что до весны, проверим. Ну, вот, если мы осветляем, нет, там брожение шло еще. Пузырьки есть, но их, вот, по сравнению, например, с этой партией гораздо меньше. Поэтому, если мы сусло осветляем, ну, имейте это в виду. И, в принципе, при любом розливе, на своих сахарах, на добавленных сахарах, неважно, вы сами решаете, вам нормально вот это сусло мутноватое, либо вы хотите его осветлить и довести до кристальной прозрачности. Вот, что вам больше нравится, то и делайте. Ну, меня, как бы, мутность легкая не смущает абсолютно. Мне хотелось поэкспериментировать. Попробовать и так, попробовать и так. Недостатки первого способа. Вот, следить за этим сахаром. Чуть-чуть мы его упустили, и все. Да, у нас уже чего-то пошло не так. Вариант номер два. Мы выбраживаем все сахара полностью. При этом еще затворы у нас могут работать. Могут уже не работать. Для яблочных сусел, для сидоров характерно, в том числе, яблочно-молочное брожение. И затвор тоже его будет показывать. Имейте это в виду. Померили сахар. Видим, что там уже плотность 0, плотность чуть-чуть отрицательная. Тоже можно такое сусло разливать. Вариант номер два. Вот то, что вы видите сейчас. У нас бродило-бродило. Все выбродило. Сейчас бутыль с подвала запотевшая. Поэтому оно такое кажется мутноватенькое. На самом деле, довольно хорошо осветлилось. Мы его снимаем с осадка. Но сахара там уже нет. Поэтому нам сахар нужно добавить. Вот смотрите, в мисочке абсолютно прозрачное сусло. Значит, я всыпаю сюда сахар. Что если мы всыпем в общую бутыль, растворять он будет плохо. Я делаю расчет. Вообще можно всыпать до 22 грамм на литр. Я делаю чуть меньше. У меня 18 грамм на литр. Ну, примерно рассчитала на общий объем. Засыпаю. Растворяю. Что важно. Сусло отбродило вот это не вчера. А некоторое время назад. Конечно, там еще на дне был легкий дрожжевой осадок. Но то, что дрожжи здесь активные. Ну, это уже на самом деле вопрос. Кстати, вот то, что мы делаем сейчас. Можно делать и весной. Просто часть нам надо освободить посуду. Освободить место. Поэтому мы розлив делаем сейчас. Значит, мы растворяем сахар. Напомню, что если бы у нас сразу только отбродило. Еще даже бывает пенки чуть-чуть остаются. Тогда все хорошо. Мы можем сахар добавить и куперить. И сусло нормально будет бродить. Здесь, конечно, появляются какие-то небольшие пенки. Но здесь уже дрожжей может быть мало. И активных дрожжей может быть мало. Поэтому в таком случае желательно дрожжи добавить. Где брать? Вариант А. Идти в магазин покупать сидоровые дрожжи. Вариант Б. Мы снимали другое бродящее сусло с осадка. И вот у нас дрожжевой осадок. Здесь дрожжи активные, веселые. И мы вот сюда их добавляем. Ну, конечно, в идеале все-таки должны быть какие-то пропорции. Но я сделаю это на глаз. Да, у нас все замутнеет. Ну, ничего страшного. Эти дрожжи потом осядут. И важно, значит, полностью растворяем сахар. Заливаем в общую емкость. И там еще раз перемешиваем. Итак, весь сахар растворился. И теперь мы это вливаем в общую емкость. Мы снимали с осадка. Пока что залили в 20-литровую бутыль. Просто потому, что так удобнее. Все. Переливаем. И, конечно, очень важно перемешать. Чтобы сахар растворился по всему объему. Распределился. Третий вариант. Мы с вами вообще ждем до весны. Потому что есть данные, что вот эти все яблочно-молочные брожения в яблочных суслах происходят до весны. До того момента, пока не зацветут яблони. Поэтому, если у нас есть терпение, если нам нет потребности попробовать, что у нас получилось, то мы можем ждать до весны. И в дальнейшем уже разливать наш сидр. Еще смотрите, какой нюанс. Вообще сидр есть вариант тихих. Но надо помнить, что сам по себе сидр напиток низко-алкогольный. И поэтому хранить его будет проблема. Когда он газирован, хранится он легче. А в чем плюс весеннего розлива? К этому моменту у нас уже все должно идеально осветлиться. И нам ни с чем дополнительно не придется работать. Но нам надо будет добавить дрожжи. Что напомню, они там уже могли слишком сильно уснуть. Где взять дрожжи весной? Проще всего в магазине. То есть, тут тоже есть такой нюанс. Какие? Специальные сидр, вы идем спрашиваем в специальный магазин. Там вам все подскажут и расскажут. Еще один вариант, который может быть, и который некоторые люди активно продвигают. Опять же, у меня там все у вас мутное. А вот я хочу сделать тогда, пожалуйста. Значит, мы можем дождаться, пока у нас там все выбродит так, как нам надо дождаться осветления, либо осветлить. Добавить углекислый газ. Ну, раньше сифоны такие специальные были в моем детстве. Сейчас тоже, наверное, что-то такое есть. Добавить углекислый газ в бутылке. Ну, и все. И у вас тоже будет газированный сидр. Если для вас, вот, вам нравится такая технология, вы хотите, пожалуйста, хозяин-барин, как бы, вам решать. Мне, вот, я просто по детству помню, что мне вода из сифона не нравилась. У меня слишком эти пузырьки каоли. А вот здесь получается, кстати, вот, да, сколько я с вами беседую? Ну, минут 10, может, еще. Приходится немножко отвлекаться. Смотрите, пузырек еще, еще есть. Сейчас я камеру настрою. Вот. Такой у нас красивый пузыречек. И кроме этого крупного пузыря, еще чувствуется меленький. Вот я рассказывала, что в том розливе, где я осветлила все, там такой пузырек, он вообще миленький-миленький-миленький, как легкие-легкие иголочки, чуть-чуть так звездочек щиплет. Очень интересно. Ну, кому-то, может, конечно, этого показаться мало, но как по мне такой. Очень интересный вариант. То есть мне искусственная газация, в принципе, не нравится. Она не укладывается на мою философию. Но вы делаете для себя, поэтому вы решаете сами. Такой вариант, такой, либо такой вам подходит. Как считаете нужным, так и делайте. Итак, разливаем в бутылки. Мы используем стекло, но стекло полулитровое из-под пива. Конечно, в идеале используется стекло из-под шампанского. Ну, у кого-то есть такие возможности, у кого-то нет таких возможностей. Наливаем примерно вот так по плечике. Теперь все это укупориваем кроникробками и оставляем на вторичное брожение. Значит, если мы добавляем сахар, ставим на вторичное брожение, сколько оно должно бродить? Вот смотрите, данный экземпляр был розлит 1-го 10-го, 1-го октября. Сегодня у нас 12-е декабря. То есть чуть больше двух месяцев. Ну, а знаете, что вот, как мне кажется, еще есть небольшой остаточный сахар. Ну, понятно, у меня бродило при низких температурах. Имейте в виду, что чем выше температура, тем нам отбродит все быстрее. При низких температурах процесс может быть более длительный. Ну, хотя бы 2 месяца надо. Может и загазироваться раньше, можно попробовать раньше, но сам по себе напиток, он может быть такой еще грубоватый. То есть ему надо время. Даже мы недавно пробовали несколько розливов. Некоторые нереально вкусные. Ну, очень вкусно. А какой-то вот чувствуется кисловато, грубовато, еще там не сложилась вся эта вот история, притирка. И, ну, какой-то партии надо немножко подождать. Поэтому, вот, если вы разлили что-то, ну, попробуйте. И если вам на тот момент не нравится, ну, это не значит, что все плохо. На самом деле, все может быть еще хорошо. Просто надо напитку дать время. Что хочу отметить, что мы сейчас с вами разговариваем про сухие сидры. Про сидры, где остаточного сахара не будет. Хотя я вам говорю, что я вот пробую этот экземпляр, я чувствую, что там еще не все выбродило. Еще немножко остаточный сахар есть. От вас был отдельный запрос по тому, вот, как этот сахар оставить, как сделать сидры сладковатые. Постараюсь в ближайшее время сделать отдельное видео, потому что там есть нюансы. И рассказать вам подробнее, какие способы есть, да, какие варианты есть. Опять же, в чем плюсы, минусы всего вот этого. И еще, предвидя ваши вопросы, можно ли разливать сидр в пластиковые бутылки? Ну, если у вас нет других вариантов, мне, конечно, вот ближе стекло. Мне это больше нравится. Мне кажется, это более как-то эстетично, более правильно. Но, если у нас не хватает стекла, если у нас нет других вариантов, ну, что поделать? Разливаем в пластик. И еще раз напомню, то, с чего я начала наш сегодняшний ролик, сидр, напиток очень демократичный. И подходы тут очень разные. Вы можете пользоваться любым из этих подходов, которые вам удобнее, которые вам ближе, которые вам больше подходят в данный конкретный момент времени. Ну, и пару слов, конечно, что касается самого этого напитка. Сидр мы в этом сезоне делали первый раз. Вот кое-что у нас уже розлито, кое-что мы уже попробовали. Конечно, есть партия, которая будет стоять до весны, которую мы будем разливать весной. То есть мы пробуем все варианты. Напиток получается достойный. Напиток получается очень интересный, оригинальный. Мы довольны. Мы довольны тем результатом, к которому мы пришли. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда, ссылка на плейлист по изготовлению домашнего сидра и наши контакты. И до новых встреч!